Добрый день, коллеги. Меня зовут Алексей. Мы являемся разработчиками приложения для Bittrex24. Может быть, многие знают это приложение. Это конструктор документов. И мы это приложение выложили в иностранный marketplace Bittrex24.com вместе с русской версией. Но, как вы, возможно, знаете, там нет биллинга, и полтора года это приложение там лежало бесплатно. Несмотря на то, что называется на европейском рынке, европейский рынок, конечно, больше, то у нас покупатели есть со всего мира, в том числе из Колумбии. Один, по-моему, купил. Через PayPal. Суть в том, что приложение Bittrex24 поддерживает локализацию. Сделать это достаточно просто. Я сейчас не буду в технические нюансы вдаваться. Мы сразу закладывали эту возможность, сразу делали подключение языковых файлов. И вот три года назад мы вышли с русской и английской версией. Потом постепенно, постепенно с помощью коллег из Bittrex24, мы сделали немецкую локализацию и через какое-то время стали ее сами развивать. Нам стали приходить запросы от клиентов из немецкоговорящих, и мы правили. Мы продолжали свою локализацию делать с помощью Google Translate. Как оказалось, это не самый удачный метод, то есть он дает какие-то базовые знания, но по факту понятия иногда разнятся. Чуть позже мы добавили бразильскую локализацию. Здесь мы уже напрямую обратились к одному из клиентов, предложили ему небольшие преференции, и он полностью перевел файл для приложения на португальский язык. И вот на текущий момент у нас приложение поддерживает португальский, немецкий, английский языки. Сейчас вот ждем, когда кто-нибудь там на испанский. Поэтому суть приложений в том, что в западном маркетплейсе по умолчанию ищется английский язык, то есть как минимум английский язык сделать нужно. Он будет подключаться на всех порталах, если не будет других, и пользователи будут видеть, портал будет на немецком, а на немецком, португальском, а приложение будет на английском. Это тоже одна из особенностей. Следующим шагом у нас было составление документации. Здесь, конечно, мы не стали изощряться на все языки, то есть мы сделали одну общую документацию на английском языке. Это тоже потребовало достаточно большой работы, которую мы, в принципе, проделали, и полноценный учебный курс, то есть им тоже пользуются. Мы даем обратную связь по нему, то есть отсылаем к документации, люди этим пользуются, смотрят. Это тоже нужно учитывать, как один из возможных сценариев. Дальше стало больше, то есть стали приходить вопросы. Здесь, если в Европе люди знают английский язык, то вот в Латинской Америке с этим не всегда гладко. И вот у нас был случай, нам как раз вот из Колумбии писал товарищ на испанском языке, я долго не мог понять, что он хочет. Слова в предложении складываются, а смысла в этом нет. И мы с ним договорились о сеансе подключения. Я к нему подключался по TeamViewer, здесь еще нужно учитывать временной интервал. У нас, по-моему, было часов в пять вечера, там это было часов в девять утра. И я увидел, что он не знает языка вообще. Он открыл мне тот же самый Google Translate, писал у себя в окне по-испански. Я видел это по-английски. Естественно, русской раскладки у него не было. Я открываю рядом тот же Google Translate, но пишу по-английски, и он ему переводит на испанский. Но в конечном итоге мы с ним договорились, поняли друг друга и проблему решили. Поэтому запросы бывают разные. Что-то сделать, что-то подсказать. То есть отсылаем к той же самой документации. Либо подсказываем, как сделать. Бывают интересные запросы, кейсы, которые мы внедряем в приложение. Приложение, кстати говоря, у нас одно. Абсолютно один и тот же код, который работает и на Россию, и на весь остальной мир. Соответственно, эти вещи появляются и в российских приложениях. Следующим шагом был биллинг и прием платежей. Как я сразу сказал, оплаты нет до сих пор. И когда мы вводили, то есть прошло полтора года, и через полтора года мы решили сами вводить свой биллинг и сами взимать платежи. Поначалу было морально сложно, потому что мы думали, как поступить с теми клиентами, которые пользовались, бесплатно, небесплатно их оставлять. Конечно, в итоге мы дали какую-то буферную зону месяца-два. Нам сказали, что все, ребята, извините, бесплатное приложение закрывается, будет новое приложение, вернее, приложение будет, теперь за него нужно будет платить. И, в принципе, мы никого не потеряли. То есть те клиенты, которые пользуются, они постепенно перешли на платное приложение, и здесь, в общем-то, бояться нечего. По оплатам мы изначально запускали PayPal. Никаких особых сложностей с подключением не было. То есть мы заключили договор с российским ООО, деньги идут через PayPal, и в России есть у них некоммерческая организация, которая перечисляет нам эти деньги на наш расчетный счет в рублях. Чуть позже мы подключили Яндекс.Кассу для оплаты по кредитным картам. В принципе, схема точно такая же. Теперь, собственно, ради чего все это мы делали. Мы запустили платный Marketplace во втором полугодии 2015 года. И вот маленький график показывает соотношение тоже за второе полугодие 2015 года с российским рынком. То есть мы за полгода заработали 10%. То есть доля была. В 2016 году эта доля уже увеличилась до 15%. Но сам график побольше, потому что выросли рынки и в России, и за рубежом. Соответственно, выручка тоже, в общем-то, выросла. Растет не так быстро, как в России. То есть где-то там 3-5% в год. Это, в общем-то, нормальный рост. Мы совершенно спокойно к этому относимся. При том, что это не требует каких-то особых вложений и вливаний. Поскольку наше приложение изначально было спроектировано и рассчитано на весь мир. То есть мы обновляем локализационные файлы, и, собственно говоря, все. Ну и вкратце, да, то есть продавать приложения можно по всему миру. Здесь нет особых ограничений. Нужно, ну, на мой взгляд, по нашему опыту, ну, минимальное знание английского языка, поскольку он пока еще международным остается. Соответственно, делаем локализацию, делаем документацию на английском языке. Дальше нужно организовать поддержку пользователей, и учитывать такие нюансы, да, что не все знают английский язык, и не всех он может быть на компьютере. Плюс понимать, что может потребоваться, да, вот удаленное подключение. И, соответственно, биллинг, да, тоже могу сказать, что биллинг у нас сейчас где-то примерно третья, наверное, версия, потому что периодически мы отлавливали пользователей, которые находили лазейку и пользовались бесплатно. Мы таких пресекали и боролись. Ну, в принципе, вот, да, я уложился, достаточно короткий интервал. Могу ответить на вопросы. Да, спасибо, Алексей. Тут вопросов не так много накопилось, но есть вопрос, и, наверное, я на него даже отвечу, потому что это, видимо, речь идет о переда... Какие права передаете... А, как передаете права, какие договора заключаете, и как вообще лицензируетесь? Тут не очень понятен контекст. Речь идет о взаимоотношениях вас с клиентом или вас с Битриксом, потому что в России у нас права передаются, а... А там, как вот рассказывали коллеги, то есть мы также выставляем инвойс, этого, в принципе, достаточно, они его оплачивают, и, собственно говоря, все пользуются. То есть также покупают на 3, 6, 12 месяцев, заканчивается подписка, новый инвойс, оплата. Да, да, и там, на самом деле, большинство сервисов регулируется на уровне лицензионного соглашения онлайн, нет никаких документов, которые необходимо подписывать с пользователем, то есть процедура достаточно прозрачна. И все, больше тебя никто мучить не хочет. А вот, пожалуйста, человек, назовите себя. Интересно. Вопрос вот какой. А Битрикс каким образом у вас работает? В чем его суть? То есть он выписывает купоны, собственно говоря, который не предоставляет доступ к биллинг? Ну, достаточно банальный, на мой взгляд, биллинг, просто дата. То есть вот клиент установил, сегодня приложение, да, мы даем 30-дневный период. В нашей базе данных отметилась дата. То есть у него вверху висит, вам осталось там 5-10 дней. Если он не проплатил, мы видим, что дата окончания биллинга уже прошла, мы приложение блокируем. Если он оплатил на 1-3 месяца, мы, соответственно, эту дату сдвигаем на 1-3-6 месяцев, и он точно так же видит, сколько дней у него осталось. А инвойсы выставляются в автоматическом режиме? Или это задача манитра? Инвойсы выставляются в автоматическом режиме. У нас под это дело подвязан обычный интернет-магазин на Абитриксе. Он же принимает оплату с стандартным модулем PayPal. В принципе, если в последнее время стали иногда просить прислать инвойс, ну, что-то в PDF, да, ну, тут мы, соответственно, у нас это все попадает в Митрикс24, там же настроен этот конструктор, я нажимаю кнопку, ему уходит инвейс на эту же сумму с этими данными. А как воздействие тогда к ним ходили? Не скажу. Спасибо, Александр. Хороший вопрос. Но я думаю, что если вопросов больше нет, Алексей, то мы ему аплодируем.